Рабы Аллаха, уважаемые братья, поистине из великих нравственных качеств перед Всевышним Аллахом, Субхану Ва Та'Аля, это нравственность, такое качество, как садик, честность, искренность, искренность и честность в первую очередь со Всевышним Аллахом, Субхану Ва Та'Аля. Все наши деяния, все наши намазы, все наши посты, все наши благие деяния должны вращаться вокруг искренности, честности перед Всевышним Аллахом, Субхану Ва Та'Аля. Постоянная радость, она будет с теми, кто правдив. Их не покидает никогда радость, и эта радость будет вращаться вокруг тех, которые находятся в кругу правдивых, в кругу честных людей. И все зло, все нечестие, все плохое, что может быть, оно вращается вокруг обманщиков, вокруг лжецов и всех, кто рядом с ними. Как может быть не так? Ведь Аллах, Субхану Ва Та'Аля, писал своих рабов в Куране и сказал то, что приближенные рабы к Аллаху, Субхану Ва Та'Аля, это те рабы, которые правдивы. Это то, честность, это то, к чему призывал пророк Мухаммад, Саллаллаху Алейхи Ва Салям. Это первое, к чему призывал посланник Аллаха, Саллаллаху Алейхи Ва Салям. Когда Абу Суфьян встретился с Хераклем, то спросил Хераклем, что вам приказывает, к чему призывает ваш пророк? Абу Суфьян ответил Хераклю, призывает нас пророк Мухаммад к следующему, поклоняйтесь одному Всевышнему Аллаху, Субхану Ва Та'Аля, и не предавайте Ему сотоварищей. Оставьте то, что говорили ваши отцы, призывает нас к молитве, призывает нас к честности, призывает нас к целомудрию и призывает нас к поддержанию родственных связей. Аль-Хадиф приводится «Анда-Л-Бухари» во «Муслим». Всевышний Аллах, Субхану Ва Та'Аля, описывает Абу Бакра, Рад Аллаху Айнху, в Ур'ане сказал, «Вал-Ладзи-джа-а-бис-сид-ки-ва-сад-да-ка-би-хи-ул-а-и-ка-хум-у-л-мут-та-ку-н». Тот, кто пришел с правдой, то есть пророк Мухаммад, Салаллаху Алейхи Ва Салам, пришел с истиной, и тот, кто поверил в это, имеется в виду, бис-сид-ки, Абу Бакр, Рад Аллаху Айнху, те указывания на высокое положение перед Всевышним Аллахом, Субхану Ва Та'Аля, «Хум-у-л-мут-та-ку-н». Они есть богобоязненные. «Честность» — это сифа, это качество пророков и посланников Всевышнего Аллаха, Субхану Ва Та'Аля. «Честность» — это качество богобоязненных рабов Всевышнего Аллаха, Субхану Ва Та'Аля. Всевышний Аллах, Субхану Ва Та'Аля, «Кали ан-халилихи Ибрахим, «Вызкур фил китаби Ибрахим, иннаху кана саддиқан Наби'я». Всевышний Аллах, Субхану Ва Та'Аля, «Писывая Ибрахима, алейхи салам, сказал, «И вспомнив книги Ибрахима, поистине он был правдивейшим пророком, описывая его сына Исмаила, алейхи салам, Всевышний, Субхану Ва Та'Аля, «Сказал, «Вызкур фил китаби Исмаил, иннаху кана саддиқан ваады, ва кана расулан Наби'я». «Вспомнив книги Исмаила, поистине он был правдив в том, что он обещал, и он был посланником и пророком». Касательно пророка Идриса, алейхи салам, «Вызкур фил китаби Идрис, иннаху кана саддиқан Наби'я». «Вспомнив книги Идриса, он был правдивейшим пророком, и ас-сахабов, Редван Аллаху Алейхи, Всевышний сказал, «Минал муаминин риджалун садаку ма ахаду Аллаху Алейхи, фамин хум ман каванахбах, ва мин хум ман янтазыр, ва ма баддалу табдиле». «Описывая сахабов, Всевышний Аллах Субхануа Та'ля сказал, «Из верующих есть мужчины». То есть отсюда понимание, что также из верующих есть не мужчины, из верующих есть мужчины, описал их именно мужчинами последующим качеством. Риджал садаку, они были правдивы в том договоре, который они заключили со Всевышним Аллахом Субхануа Та'ля. То есть они после того, как сказали, «Ла Иллахи Илла Аллах», не просто так, «Ла Иллахи Илла Аллахи, живу как хочу». Правдив был этот договор с Аллахом, «Ла Иллахи Илла Аллахи», договор с Аллахом Субхануа Та'ля. И дальше он жил правдиво, был честным с Аллахом Субхануа Та'ля, в поклонении ему одному. В следовании сунни посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, «Воставление умур-ль-джахилия», то, что не относится к исламу, «Из них те, кто исполнили обет обещания», «Из них те, кто находился в ожидании», «И вот эта концовка этого аета», «И они не разменялись». Время, года их не изменили. Какими были изначальными мужчинами, такими они остались. Со временем не поменялись. Так описывает Всевышний Аллах Субхануа Та'ля в Коране. И достаточно почета, уважаемые братья. То, что уровень правдивости – это второй уровень после пророчества. Всевышний Субхануа Та'ля сказал, «То, кто подчинился Аллаху, подчиняется Аллаху законам Всевышнего Аллаха и его посланнику, то те, вместе с теми, кому Аллах проявил свою милость из числа первых пророков. Второе – из числа правдивых. Третье – шахиды. Четвертое – праведники. И как прекрасно это соседство, говорит Всевышний Субхануа Та'ля. Уважаемые братья, Всевышний Аллах Субхануа Та'ля упомянул в Коране, и посланник Аллаха Субхануа Та'ля упомянул в сунне, то, что в судный день, когда всех нас Аллах Субхануа Та'ля соберет, рабу Аллаху не поможет ничто иное, кроме как честность. Кроме как честность. Всевышний Субхануа Та'ля сказал в Коране, «Описывая судный день, сказал, это тот день, в который правдивым, честным поможет их честность. Это тот день, судный день, тот день, честному поможет его честность». Поэтому из дуа, который приводится в Коране, который завещал Всевышний Аллах Субхануа Та'ля пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, «О, Всевышний Аллах Субхануа Та'ля, обращается и говорит, «О, Всевышний Аллах Субхануа Та'ля, дай мне возможность войти правдиво и выйти правдиво». То есть прожить эту жизнь, быть честным и выйти из этой жизни, также покинуть ее на честности. «И дай мне в помощь Твою власть, О, Аллах». «Что касательно на языке, О, Аллах, дай так, сделай так, чтобы я был упомянут правдиво после моей смерти, чтобы обо мне люди вспоминали только как о честном, как о правдивом, о честном человеке. Чтобы так было, нужно жить, уважаемые братья, быть искренним с Аллахом Субхануа Та'ля. Также Аллах Субхануа Та'ля побуждает нас и приказывает, чтобы наш круг общения это были правдивые и честные люди. «О, верующие, будьте богобоязненными и будьте вместе с честными людьми, вместе с правдивыми людьми». Этот ваш круг общения не обманщики, не лжецы, не мунафики, будьте вместе с честными. То есть слово «честность» включает много что в себя. Но самое важное, это первое. Чтобы человек был честным с Аллахом Субхануа Та'ля. Поклоняться только ему, не предавая ему сотоварищей. «Искренним перед Аллахом». «Следование посланнику Аллаху Субхануа Та'ля». «Когда человек кается и хочет оставить грехи, Тауба делает быть честным во время своей Таубы. «Искренность в делах перед Всевышним Аллахом Субхануа Та'ля». «Быть честным с аятами Аллаха Субхануа Та'ля». И с тем, с чем пришел посланник Аллаха Субхануа Та'ля касательно сунны. «Быть честным, когда мы обращаемся к Аллаху Субхануа Та'ля посредством его имен и качеств. Когда мы говорим «Я раззак», «О, дающий пропитание», «Быть честным, понимая, что Аллах дает только пропитание». «Полагаться на Аллаха Сидку Таваккуль Алейхи уль-и'атимаадиллах». «Полагаться искренно быть во всех своих делах, в больших и в маленьких, в основе полагаться на одного Аллаха Субхануа Та'ля и брать те причины, которые посылает Всевышний Субхануа Та'ля». «Уважаемые братья, касательно честных людей, Аллах не спасал много аятов». Одна из историй дядя Анас Ибн Малик не присутствовал на первой битве, первой битвы в исламе, Бадр. Это было тяжко на его сердце. Было тяжко, что он не был вместе с посланником Аллаха на битве при Бадре. Он сказал, первая битва, которую провел пророк Мухаммад, салаллаху алейкум ассалям, при Бадре, я не присутствовал на ней. Если Аллах даст мне срок, даст мне еще возможность прожить, и будет еще битва, я покажу то, что Аллах, Субхану Та'ля, через меня покажет. На следующий год наступила битва Ухуд. И его встретил Саад ибн Муаз, когда началась атака на мусульман. То есть, нападение на мусульман при битве на Ухуде, и Саад ибн Назар побежал туда. Вот в эту, когда нападали неверующие на мусульман, он туда побежал, на эту битву при Ухуде. И тогда Муаз бин Джаббали его остановил, он говорит, Иль Айн, куда ты бежишь? То есть, с удивлением задает вопрос, ты оттуда не вернешься. Но он рвался и говорил, Каль, Я спешу к запаху рая, я спешу к запаху рая, клянусь Аллахом, я не чувствую запаха рая, кроме как на Ухуде. И сражался до тех пор, пока он не стал шахидом. И когда нашли его тело, не опознали, потому что оно было все, искалечено его тело, более 80 ранений, ударом меча, ранением ножа, копья, и не узнали его. Его сестра подошла и сказала, Я не узнала своего брата, кроме как по конечностям. По конечностям только могла обознать то, что это мой брат. И тогда Аллах мне спослал этот аят. Мужчины, которые были правдивы с договором со Всевышним Аллахом, субханаху ва-та-Аля. Уважаемые братья, Если мы будем с вами честными перед Аллахом, то тогда под этой честностью скрывается много благ, которые дарует Всевышний Аллах, субханаху ва-та-Аля. И должны мы с вами быть бдительными. Верующий должен быть бдительным. Ни в коем случае не обращаться к Аллаху, субханаху ва-та-Аля, посредство показухи, посредство обмана, лжи или лицемерия. Уважаемые братья, придет тот день, когда Когда мы последний взор сделаем на небо в этой жизни. Последний взор мы сделаем. И клянусь Аллахом, в этот момент каждый захочет быть правдивым. Каждый захочет быть честным. Сколько сейчас сколько народов в могилах лежат. Хотят вернуться на эту дуне. Для чего? Для чего? Чтобы быть честными с Аллахом, субханаху ва-та-Аля, в своих словах, в своих действиях. Уважаемые братья, это небольшое да'ва, это небольшое напоминание, в первую очередь, самому себе и всем нам, чтобы обновить в эти дни наши неяты, когда мы поклоняемся Аллаху, когда обращаемся к Аллаху, когда читаем Кур'ан, когда что-то делаем благое, чтобы наши деяния были честными, искренними перед Всевышним Аллахом, субханаху ва-та-Аля. Поистине, в Аллахе, нету цены, гроша этой цене, если мы живем эту жизнь и не честны, в первую очередь, с Аллахом, субханаху ва-та-Аля. Я и ухаллядина аманутакуллах, вакуну ма ассадикин. О, верующие, бойтесь Аллаха, будьте вместе с праздниками. поистине богобоязненные, они будут в раю, в жаннат, ва-нахар, в реках, которые протекают в раю, на уровне сытка, честности, на местности, на том месте, это именно джанна, уготовленная тех, кто честны, с Аллахом, субханаху ва-та-Аля, правдивы, субханаху ва-та-Аля, акулу ма таснаун, астагфураллаху ли ва лакум, ва лисайрил муаминин, мин кул дзембих, фастагфируху, иннаху хуалагафуру ррахим, альжаваду лкарим, ассамийу джуаа. Альгарима. Инна «Лхамда 나 субхığı, на Сим这个 внизу «Мен Мен 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 Сима», Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И более радостного дня для раба Аллаха Субтитры создавал DimaTorzok И когда он встретится с Аллахом и встретится с таким качеством, честным, искренным перед Всевышним Субтитры создавал DimaTorzok Когда наступит судный день, когда мы покидаем эту жизнь, когда придет аджальн, когда придет срок, когда придет ангел смерти, и каждый его из нас увидит Час нашей смерти приблизится Человек перемещается из этой временной обители в вечность И этот раб Аллаха дало, чтобы мы все были из этих рабов Аллаха Субтитры создавал DimaTorzok Как днем, так и ночью Поэтому, уважаемые братья Также одно из подарков Один из подарков Аллаху Субхану Ва Та'Аля для честного раба То, что он покидает эту жизнь на поклонение Покидает эту жизнь на том, чем довольствуется Всевышний Субхану Ва Та'Аля Еще раз напоминание 30-го числа, 30-го июля, день Арафа Не забываем поститься в этот день Как пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, сказал Пост в день Арафа, это прощает прегрешение двух лет прошлого года и будущего года Дуа в этот день делаем 30-го июля 31-го праздника жертвоприношения Курбан-Байрам В мечети Аид-Намаза не будет Будет эта пятница, пятничный намаз 31-го числа, иншаллах, салат-юль-джума Будет, иншаллах, следующая пятница, пятничная проповедь И намаз будет, но Аид-Намаза не будет Поэтому прочитаем его в своих домах И прослушаем также, иншаллах, проповедь Которая будет транслироваться с проспекта мира И да, Аллах, после этого и сунны Также после того, как мы прочитаем салла Поздравлять близких, родственников Сахабы друг друга поздравляли Дарили друг другу подарки Говорили красивые слова Давайте будем воскрешать Почему? Потому что это сунна пророка Мухаммада Салаллаху алейху ассалям Салаллаху ассалям Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...